ну еще закачался я уже опубликовал а третью часть значит ставить не будем ну давайте поставим сейчас я тогда не нужно я что делал еще вот этот наше видео с вами на тоже установить да это я сейчас буду закачивать мы говорили тоже из двух частей пришлось там что-то заело прервать посмотрите может быть найдете нужен я покажу только где до добру говорите когда можно показать сейчас давайте это включайте этот да а тот уже недействительный он действительно я забыл его какой-то номер давай сейчас я скажу он выскочил 2197 пароль где 2197 так вы закройте там это документ свои тут получилось что несколько это про деревьев то деревьев я не знаю осколки деревьев а а какую то я и подождите осколки осколки отозначает обрывки разных писала создает это время надо будет проверить это тоже одна еще она оказалась одна я и вытащу сейчас мне легче так уничтожить вот это вот слово деревья я уничтожу а эту оставлю а вот этот вот это вот непонятно что вот это вот чё вот это ваша работа это можно всю папку убрать нет бабку не надо убирать я хотел третий час показать что-то и сразу ты не нашел там володя возит мы сейчас так ходили решили большую кучу володя натаскал а где то этого поддел то воскресшего то что вот этого александра то воскресшего с мариной откуда взял то это вот так я же видео просматриваю ваши а я думал лишь с вами знаком да ну нет я видео посмотрел вечером позавчера и что-то мне прям так за сердце задело прям вот такое вот четыре раза только говорит если я говорю и лгу пусть бог меня на кусочки разнесет пусть придумает самую страшную кару на такие верующие человек разве может говорить это голос как из преисподней видел чего-то он там и давит давит вы с ним не разговаривали никак нет я пока не разговаривал но я хочу с ним поговорим поговорить с ним скажи если у тебя нету трех рублей то мы пошлем тебе купи платочек сопли то на рукава не машь он непрерывно сопли вытирает и он весь блестит так дело в том что он очень известный человек люди смотрят его и склоняются к нему понимаете понимаете очень много людей там соблазняется ничего нету люди поинтересовались такой заголовок дадут конечно открыто тайна путина никто этого не знает захожу еще там еще нет они просто такие шокирующие заголовок заглавие делают там нет ничего это непрерывно швыркает и носом ушел как жириновский прям совсем он много там часто повторяет вот это там его рвали там бесы на кусочки здесь описание то ну где-то такого слыхал в палате дед что-то там библии считал это мой бесы накрутили башку то и он ни с чем не сравнивать ничего маринка 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 вот она тебя может маринка ты подвесила за одно место так а у вас что а там козло третье взято надо посмотреть где третья часть у меня сейчас я это делаю с этим разберусь сначала ну ладно потом дадим это но я не понял подумал что он к вам заходит домой вот тут какая-то одна баптистка или кто выступает она болела и адмирала она много рассказывает мне переживательно так я знаю она три дня море лежала мертвая косыночки так накрыты про платки там говорит и не только всегда удивляет всегда удивляет одно много их этих воскресших ассистантов почему им тот дух который водит не говорит что они не церкви почему не говорит что дух святой не исходит по и нам под как указанным им путем некоторым говорит некоторым говорит они не говорят она выходит но нету этого какой-то дух такой который самое главное то не говорит есть вот одна одна есть в общем я не помню откуда но в общем с кавказа женщина не русская вот она рассказывает что она говорит что весь и вся мир в православии весь что она говорит что вся истина в православии она истина только сокрытая я всегда говорю мы сидим на огромном стундуке с бриллиантами жемчугом который закован это в пустыне ну допустим так стеклянная большая колба воды вот так вот ей гремят она холодная вода хорошая но ее не дают она запаянная это православие на славянском языке никто еще не понимает это деревья и пятую найти что-то у тебя полновесная прям быстро поставить на совсем коротенькая заканчивается наша встреча здесь мы за улицы заходим и надо посмотреть где тут сейчас я сделаю все а вы эти которые тут ужаты я к себе заберу вот тут то пусть так и останутся что вы к ним уже не прикасаетесь я распределю куда надо добрый вечер не как-то не ладится у сергей это а сейчас слышно меня нормально нормально так и наши вопросы а то я не успею себе вот первый вопрос для чего было создано монашество так а это видео я уже установил там где дрова возятся нет вот эти с евгением ну хорошо хорошо теперь я хотел вы сейчас сделайте что меня допустите чтобы я на к она открыл эту треть чтобы ту полновесной сделать сейчас сына тишь мне надо с этим видео разобраться потом я давай только у меня пусть останется что я себе в архив потому что и мы еще копируем для других людей они приносят сюда жесткие диски по пятьсот по 1000 гидобай по если пожар случится то ты уже никак не выберешься сам один не уже у нас случалось уже три года назад у нас был сильный пожар в воронеже и огонь уже доходил два километра до нашего поселения а я был вдвоем с сестрой я уже ей сказал беги оксана я буду один тут она ведь я тебя не оставлю я буду вместе с тобой а уже дым все уже вот когда москва горела помните конечно торфяные болота вот и у нас тоже сильные пожары были в воронеже про воронеж часто пишут какие-то аварии там везде все авария авария как смотрю опять воронеж что-то проворонили все это я вот и на все не знаю я вот одним тоже рассказываю мне уже понимаете как ну и может грешно говорить но я уже по большому счету жить то не хочу я уже господу хочу поскорее не может мне не важно как это будет мне главное поскорее очень важен не важно как будем павел горжила разрешить то быть со христом но меньше я не согласен а иначе какой смысл только так и так и скажи я имею ввиду неважно как там сгореть или утонуть или что только поскорее ну да это так трепыхнулся и все ян златоуз говорит самая легкая смерть это в потопе хлебнул и пошел да это у мгновенная смерть самая говорит тяжелая смерть от голода я утонуть утонуть легче всего да глотнул воды и пошел на дно интересно я на улице собак то зиму кормил я вот так и не определен кобилишка кажется такой шелудивый весь старая шерсть торчит клощами и у него кто-то меня палкой огрел похоже что задние ноги не сейчас разработали задние ноги у него работают сейчас пошли он черный черный да да на минуту не отходит ну ластится и ластится голову подсунет мне под руку я его подбородок посарапаю на санках на большие сани у нас и возим там щурки то эти а он ластится оооо какой верный пес а другому сто раз добро делаешь он не помнит еще сейчас на меня какие-то девчонки вышли сестричество одно ну и просят книги выслать ну я им выслал а они забыли для слова божия нет ус дополнительно мы в капреле скопим вам денег пришлем они скопят и пришлют это у меня отец рассказывает у него родная сестра нам тетка полагея она маленькая пятилетняя там ее отдавали в работники с ребятишками возиться да хозяин богатый ей пообещал говорит у меня сучка есть от собак держали вот она щенится щенки вырастут так с них я шерсть себе дам на варежки ну да еще не щенилось да еще вырастут и он на полном серьезе это говорил ну девка то растет и к тому времени щенки вырастут и он на теребе шерсть даст ей ну да ну да отец рассказывает всегда и так взыхает ай 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 и те так сейчас это зам mandi пошла сейчас я посмотрю где видео с этим на до 3 и по деревьям теперь да Да, третья часть по деревьям-то, как мы возим, Володя везет, а я его фотографирую, уже отпиленный, а потом мы попутно заходим домой, до вас доходим здесь, а вы тут нас уже ждете-то, и этим заканчивается, ну, просто такой апофеосток прекрасный, надо только открыть, посмотреть где, оно, по-моему, называется деревья под каким-то номером, надо открыть и сразу увидим. Ну, тут все сейчас запечатано у вас, но она прямо на рабочем столе, я ее найду сразу, когда закроете. А, ну, есть на рабочем счастье. Ну, надо найти, начинается, что возле дома, сразу дом я фотографирую, он мне показывает, а это все закрыть, наверное, можно. Нет, пускай пока открыт будет. Ну, вот. А вот где вот, вот здесь вот козлов, это 19-го, вчера выходит, его можно, вы поставили, я его заберу, уберу, давай уберу. Сейчас, сейчас, секунду. И вот эти деревья, два, первая, вторая, тоже я их уберу. Так, а куда вы будете убирать? Вот это вот, куда убирать-то, ну, деревья-то куда, я их, сейчас я вот козлов-то уберу, это тоже, козлов-то у меня неужатый был. Ну, пока не надо его убирать, потому что он там, это, обрабатывается, этот файл, а деревья можно убрать. А деревья, козлов оставить, да? Пока да. А деревья убрать можно. Так деревья вот как сейчас сделаю. Вот сюда неужатые, толкну их, скопирую, а остатки себе заберу. Она быстро. Нет, секунд десять. Сейчас я уберу маленько с экрана, ну, все, залеплено, даже некуда поставить. О, а теперь вот это вот деревья, это все, я забираю себе, как бы ужатые. Убрал. Вот. А вот это осколки деревьев, надо посмотреть вам, сами посмотрите. Там разное встречались, что нужно или не нужно. Так, минутку. Ага. А это вот с этим разговаривали, продажа дома. Это большое дело. Кто не знает, как дома торговать, а дома, главное, фундамент. Фундамент. Так, козлов, подожди. Видео. Тут кое-что у меня налеплено. Так, продажа. А это что? А это вот вы. А ну-ка. Вот он. Бару. Бару нужно, если не померя. Подожди-ка. Сегодня 18 марта 2014 года. А, это Володя. Город Байнаул, ползунул 6. Так, это Володя. Так, сейчас я уберу. Это не она. Дерево возле нашего дома. Сейчас я посмотрю. А что она не открывается? Как она не открывается-то? Почему? А, вон он. Так, это, 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 это. Так, подожди. А вот осколки деревьев. Наверное, я сюда загнал ее. Вот она, четвертое деревье. Вот она. Вот я ее вынесу на рабочий стол. Четвертое? Она не четвертое, а третье. Да. А, нет, 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 нет. Это, 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 как раз сюда принадлежит. Вот, наверное. Подожди-ка. Смотри, идет, нет? А, вот, вот, пошел. Пошел, пошел. Я его сейчас вынесу сюда. Вынесу, она будет, сейчас я ее назову. Вот она ее, деревья третья. Она совсем коротенькая. Но она очень хорошо завершает. Это 390 мегабайт. Вам видно, нет, я ее не знаю. Ну все, пускай будет. Сейчас я еще раз посмотрю, она или не она. Смотри, идет, нет? Выйди, одна секунда. Ну вот он, видите, целом, молодец. Ну вот это, да. А вот эти, которые остались, вот папка называется осколки деревьев-то, вы когда-нибудь на досуге посмотрите. Это сегодня мы говорили, в разных позициях-то. Ну только никуда не девать. Я потом себе ее все равно сохраню. Нужна или не нужна. А вот это-то, козлов-то, это у меня она еще одна и та же. Ну-ка, сейчас посмотрю, подожди. Так, кошка-то, сейчас посмотрю. А это? Это нет. Это другое совсем. Почему-то звука-то нету у ней. Опять. Почему нет звука, не знаю. Вот козлов, посмотрите. Что там, где заедает-то, я не могу сделать. Это козлов, это вот откуда взято. Вот. Это самозаписывающая. Автозапись. Так-то бы ничего, если бы голос был. А с этим так я и не решусь, что делать. А что вы хотели ужимать-то и быстро ставить, так это как, не получилось? Я же вам сказал, это Виктор, когда придет там в настройках, надо в камере, камеру когда настроит, он тогда будем быстро ужимать. Я понял, но его нету. Ну а пока буду я сам тогда, буду сам все. Я пока ужимаю, но вам не так пока, как нужно. А мне-то с этими роликами что делать? Заберете их? Да я уже выставляю, я сразу выставляю. Я тут делаю и сразу выставляю в YouTube. Я и этот сейчас сразу выставлю в YouTube. Я сейчас проверю. Топлеты. А вот это мгновенный успех можно закрыть? Браузер, опера создан. Открыто. Гнездо. Да можно закрыть все это. Для рекламы. Закрыл. А вот эта обработка завершена, по деревьям закрыть? Где? Ну вот у меня одна отдельно открыта. Обработка закрыта. Ну все, готово, нажмите. Ну, готово? Так, подожди. Готово-то я еще не найду где. Нажмите готово. Нажмите, а, на звездочку нажать? Да вот, справа написано, готово. А, вон где, вон где. Нажал. Так, подожди-ка. Дерево за нашего храма. Так, я это сфотографирую, потому что у меня отдельно папочка сейчас будет. Адреса роликов. Вот так, это мне важно. А другая с ней не снимешь, а она сама дает. Так. Вот она где. Ё-мин-балтузи. О-хо-хо. Так, сейчас я камеру на минутку отключу. Так, все, я могу сам тут, да? Можете что? Не мешайте мне, я сам тут. Ну, вот эта третья часть, вот она, во-во. Вот эту часть, где бы приставить? Я понял, я ее сейчас сразу в YouTube закину. Давай. А у себя там соединил. Добавить видео. А это нет, эту закрыть надо. Тут нету, она на рабочем столе. Вот. Вот, чтобы люди все не видели, их можно ставить личное, и тогда все не будут видеть. Никогда на это не пойду, нигде. Даже меня не спрашивайте, у меня все открыто. Это я делаю для того, что видео еще не готово, поэтому, чтобы люди не видели. А когда уже подготовятся, тогда уже увидят. Это для вас, когда вы делать. А я-то это не делаю, я сразу выставляю. Добавь, я вам для этого и говорю. Ну, я это знаю. Я нажимаю, и видать. А добавить плейлисты какие? Куда добавить? Природа. Или община. Это куда-то в личной надо. Ну, давай посмотрим. Вот здесь вот добавить. Так, основной, ветхий. Природа, вот. По-моему, природа, вот, в четвертом внизу. Там мало, всего шесть штук. Ну, все, добавлять пока... Добавлять не надо, это я когда целиком делаю видео, тогда добавлю сам. А так к природе относится. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он говорит, тебе тоже надо компьютер повинять. Да, как раз. Всё бы так делали. Копейки нету, как придут. Если бы они бы взяли, я бы тебе свой бы отдал. У меня два компьютера. У меня один хороший компьютер. Я бы тебе отдал, но они не возьмут его с собой. Да, конечно. Это же лишний груз. Да, и они могут поломать его. Ну да. Не беспокойся. А то ты там с этим мучаешься в него. А? Не беспокойся, я говорю. Даст Бог за работу, я сам поменяю. Я просто отдам братьям, а не внутри. Да не, просто ты на нем мучаешься, там на нем и невозможно. Как ты на нем и работаешь, я не представляю. Ну, видео я не просматриваю, потому что она не тянет. Что он говорит? Так я тебе о чем и говорю. А он говорит, как ты мучаешься на этом компьютере? Да. Да. У меня такой компьютер был 25 лет назад. Блин. Какие его восеники. Там, в принципе, можно решить этот вопрос, я с Виктором поговорю, потому что он когда из компьютера Игнатий Тихоновича вытащил все запчасти, вот, эти запчасти можно поставить к тебе на тот компьютер, и он будет у тебя работать так же, как старый у Игнатия Тихоновича. То есть, понимаешь, как ему сейчас, Игнатий Тихоновичу поставили новые кишки все, вот. А те кишки Виктор забрал, и вот надо их тебе перестать, и у тебя будет гораздо прогрессивнее все. Ну, не знаю. В принципе, да, можно было бы. Я с Виктором поговорю. Потому что что, ты все равно же занимаешься, и выходишь там, и с людьми общаешься, и все. Тебе нужно это. И для благовестий тоже полезно. И вот так вот люди, знаешь, как и с людьми тоже. Да и видео просматривайте. Я единственное жалею, что на меня видео не тянет. Видеоролики не посмотришь. Так-то ничего, я общаюсь так-то. Ну да. А вот именно видео она не тянет. Я даже что-то сниму к своему, подключаю к компьютеру, а у меня вот как вот это вот. Сейчас новая видеокамера она вообще не тянет. Стоит просто картинка и все. Сегодня у нас было занятие у Сергея Пупкова. На дому, там, на квартире у него. Шесть человек собралось. Плюс еще одна девушка вышла, она на форум выходит. Катерина Тинникова. Это где Геннадий Фас живет. Это я забыл этот город. Тоже по скайпу с нами участвовала. Ну она в основном молчала. Ну я, я смотрю, все равно видишь, плохие голоса. У вас там нужно распределить микрофоны, чтобы было хорошо слышно. Там еще, чего плохо, Сергей купил. Слышим. Сергей купил Пупков видеокамеру дешевую. И у него картинка зависает. Плохая очень. Если бы он такой, как Игнатьев. Ну да. Да. А то он за 800 рублей взял и за 800, ну там около 900. Самую лучшую в том магазине, где он брал. А она оказалась худшая. Плохая. Да ну, конечно. Это, как говорится, лучше переплатить, чем вот так вот мучиться потом. Ну да. Ну он-то не знал, в общем-то. Я захожу, смотрю, порой так. Я вообще бы каждый день собирался на занятия вечерами. Я не знаю, кому как, а я бы каждый день собирался. Ну, конечно. Ну, если надо организовать, вы видите, собираетесь. Вечера полезные. Надо делать максимально доступными, чтобы люди смотрели, слушали. Я вот видел, Михаил Кальмай, там, делал запись. Это самое. Со скайпа тоже. Он у себя скайп подключил и с вами там тоже общался. Ну, запись плохая получилась. Звука вообще там, звук не слышно. Ну, сегодня Сергей опоздал. Минут на 15, наверное. Так что, может быть, кто-то и выходил. А раз его не было. Он где-то в пробке застрял там и все. Давай. На машине. Надо вот такое делать, чтобы общественно искать такое, чтобы выходило сразу много людей на одной странице. Ну да. Чтоб видео было. А в какое вы время собираетесь, скажи мне? Четыре часа дня. Это понедельник, среда, пятница. Ну, запись в среду идет. Так, подожди. Четыре дня – это по-нашему час дня, значит. Да, только в среду. Знаешь что, давай сделаем. По средам, да? Да, только по средам. Но остальных скайпа нету. Вот в понедельник, в пятницу, где проводим, там скайпа нету. Только у Сергея Пупкова. Я, в принципе, смогу по средам выходить и делать такую конференцию, чтобы выходили люди по скайпу. Чтобы сразу, допустим, шесть окон было, в экране было сразу шесть человек в видео. Ну, нам не надо. Я Сергею скажу, чтобы он подготовил видеокамеру. Хорошую купил. А то у него очень плохая. Там ничего не получится просто. Ну, это, может, и видно будет? А я ему сам позвоню. Ну, или сам позвоню. Я сам ему позвоню, я себе этот вопрос решу. Он мне звонил, как на прошлой неделе, а я ему не ответил. Вот я с ним или сегодня... А? У него деньги-то есть, так что он может в любой момент купить. Ну, я с ним созвонюсь сегодня, вот, постараюсь. И мы там обговорим, я ему дам, может, советы какие дам там по этим делам-то. Ну, да. Ну, желательно вот такую же видеокамеру, как у Игнатьева. Она очень хорошая. Ну, конечно. Они на сегодняшний день такие камеры самые лучшие считаются. Вот занятия-то ведут, занятия ведут по нашим книгам. Я одному священнику недавно выслал. Ну, выслал я в электронной версии третий том, пособие по изучению Евангелия от Марка. До того оно хорошее. А он говорит, а у нас по Евангелию от Иоанна там. Ну, я говорю, вы там маленько пройдите и начните по этому. Он, видимо, поопасался, не знаю еще, отдал то ли председателю миссионерского отдела или кто-то, или настоятель там, благощины. Ну, как? Ну, посмотрит. Ну, что там? Потому что надо проверить. Правильная мысль-то проверить-то. Ну, если просчитать от корки до корки это пособие, ну, это потребуется полтора часа. Больше-то не надо. Проходит день, неделя, месяц. Ну, я спрашиваю, он что, посмотрел хоть? Да нет, ничего не говорит. Ну, как ты молчишь-то? Ну, время-то идет, оно время-то против нас. Мы упустили время, патриарх кричит об этом. У нас нет времени на рассказчик, вот его слова. Я вам дал прекраснейший материал. И по сегодняшний день так мертвым грузом и лежит. Готовый. Притом этот материал, он опробированный, испробованный. Он животносный, животворящий. Ничего подобного. А у нас нету. Дал лучший из лучших материалов. Лежит, как образовать общины. Не просто изучать, а как, чтобы все люди сплотились в единое целое монолит. Это все в этом, вот, полтора часа. Ну, когда будешь проходить и медленно будет отвечать на все вопросы люди. Участники, ну, сколько там говорится, десять человек, пятнадцать. Мы уже многократно проходили. Новая и новая группа. Ну, никаких. Я говорю, ну, что? Еще. Ну, хоть сам-то считал. Ну, посмотрел, так, хорошее. Ну, хорошее-то дело надо употребить. У вас люди приходят, занятия ведете. Ну, занятия-то ведете-то, ну, вы видите, что они... Это же большая разница-то. Никак. Я понимаю, это тормоз на другом уровне. Умом человек согласен, но вся вот эта система лжи, она не дает взвинуться. Система страха друг перед другом. Да где духу божию эта свобода? Ну, вот то, что я сейчас вот читаю, не плюю, а то же самое было. Он обо то же самом говорит. То есть криком кричит, а все одно и то же, что сейчас творится в церкви. Этот тогда корреспондент написал, Лапкингерт повторяет одно и то же, одно и то же. Как учитель, ученикам, которые не могут его учить дважды два. Не мстите за себя возлюбленное. На качку всякую делают и надо отомстить, надо победить. Отдадим и тело, и душу до последней капли крови. Да тебе оно не принадлежит, капля крови. Нам ничего не принадлежит. Мы сами себе не принадлежим. За Отечество. У нас одно Отечество. Как апостол Павел говорит, если бы он, говорит, помышлял о земном Отечестве, имел бы возможность вернуться. Но он помышлял о горнем. Об Аврааме речь идет. Понятия об этом не имеет. Отечество, Отечество. Я как устроился, хорошо ниже экрана, только голова блестит. Так что интересно-то, в Аврааме... У меня тут не очень, может быть... Идет запись сейчас. Вчера отец на ум выходил из Тбилиси-то. Ну и... Там вам видно? Все нормально? Да, Анатолий. Да, Анатолий. Как вы там? Да я... Я бы ненадолго меня тут поделал. Давай. Мне нужно устать. Мне нужно узнать, кто за интернет его расплатит. Кто платит, а вы его не знаете. Это человек... А вы знаете? Я, конечно, знаю. Это человек... Он и член нашей общины. Мы очень близок, сын, члена нашей общины. И он сам вызвался, и каждый год продляет и платит. Он чем-то там занимается, небольшим коэффектом? В общем, я хочу предложить... У нашего интернета очень слабая скорость, поэтому все закачивается у вас. Так, все, я сейчас буду его выставлять в этот, в YouTube. С чего выставлять? Который третий прилепили уже? Ну, вот этот. Вот этот сейчас. Закройте его, это окно. Какой? Вот этот видеоролик, который сейчас? Или вот это окно? Ну да. Вот это окно, которое, да, сейчас? Закрыть? Да, закрыть. Я сейчас закрою его туда. Вот так. Я за Сергея вот этого козлова так сильно-то не боюсь, но маленько побаиваюсь. О чем? Почему? Ну что, столько времени с нами, у вас родные, близкие могут начать, говорят, щувать. Щувать – это толкать. Под затыльники давай. Что ты делаешь? Ты что творишь, скажет? У меня матушка, наоборот, гордится, что я с вами. Ну, мать – это большая, конечно, сила. Она за меня. Горой. А какие родные? У меня-то я с ней целыми днями, а так-то со мной родных-то я особо нету. Ну, то, видишь как, вот мы-то слепились друг с другом-то, но если ревнители, которые занимали это место, которое теперь я занимаю, и они будут ревновать и на вас? Нет. Такого быть не может. Ха, я герой. Я без вас, я без вас уже не могу. Вы для меня родные стали. Да, мы, 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 что уж, Сергей, можешь сказать, люди, которые не лукавят и не лгут, можешь смело сказать, вот. Да, бедная, да, и бестолковая, но мы искренние, это всем видно. Мы ничего не скрываем. Ну, делаем, вот, сегодня потаскали щурки, Володя потом тут допилит сестры и колоть начнет. А клен, как его, сухим блекшим или сырым колоть? Сухим. Слои нет, нет, сырым, сырым. У него там потом пленочка сверху покрывается и ее долбишь-додолбишь, лучше сырое, да. Ну, есть деревья, которые сыры блекшие. Ну, а какие сестры-то, Игнатьич, надо братьев призывать, какие там сестры? Там чурки-то, ничего себе. Как ты их? Где? Ну, которые мы натаскали, там, какие сестры-то пилить будут? Надо братьев звать-то, а не сестры. Ну, Николай, придет с пилой. Ну, а вы говорите, сестер надо звать? Ну, которые потоньше-то можно было. Да зачем? Жалко сестер-то хорошие. У нас сестры хорошие и братья. Кошка-то лежит, как. Глаз сверкает. Глаз сверкает. Доброе утро. Доброе утро. У меня тут не очень, может, ускорно пойдет. Идет запись сейчас. Вчера отец на ум выходил из Тбилиси-то. Закрыть это видео. Кто платит, то вы его не знаете. Вот это? Закрыть? Закрыть? Да. Закрыл? А тут тоже закрыть стоит? Нет, больше пока не надо ничего закрывать. Сейчас файлы в YouTube выставлю. Давай, я проверю, выставилась она или нет. Володь. А? Да. А у тебя есть телефон Сергея Бубкова? Есть? Есть. Позвоните, что ли? Есть. А он сейчас дома, как ты думаешь? Ну да, в принципе, да. У него самое позднее, это 9 часов он там с собаками может заниматься. Вот сейчас 10, так уже дома должен быть. Я думаю, может поговорить с ним сейчас по этому, по поводу ваших уроков. А каким образом? По скайпу или по телефону? Не, по скайпу. Просто ему позвонить, чтобы он вышел в скайп. Сейчас. Сейчас я с этими делами закончу, сейчас я видео уберу. Нам там нужно, понимаешь, там нужно помимо камеры еще микрофоны вам купить, то есть такие проводные, знаете, такие на прищепках, они воротником пристегиваются. Вот и звук тогда будет, у каждого хороший звук будет. Вот. А как вас плохо слышно? Ну, понял. Надо тоже Сергею об этом сказать тогда. А они микрофон берут дешевые, они 250 рублей всего стоят. Угу. Ладно тогда, будем иметь в виду. Потому что я же смотрел эти передачи, очень полезную информацию дают. Ну да. Ее надо тоже. Ее тоже нужно выставлять и опубликовывать массово. тем более такие титаны сидите. Вы же в писании так знаете хорошо. Но там один Игорь Дубунов всех затмевает. Игорь Дубунов. Игорь Дубунов. Игорь Дубунов. Ссылки там на Майдане стоят какие-то. Вот. Благовествуют. А их совершенно не слушают. Потому что не харизматичные люди, не интересные. Их не слушают. Что, допустим, вы бы с Игорем вышли, вокруг вас бы собирались бы люди. Ну, вокруг меня не знаю, но вокруг Игоря, да, у него сразу собирается. А уж вокруг Игнать Тихонович, там весь Майдан бы собрался. Продолжение следует... Володь, а ты сможешь мне вот снять на камеру, так, кратенько, там пару минут, вот системный блок твоего компьютера? И что? То есть вот этот вот ящик, компьютер свой снять. Я не знаю, это же компьютер-то не ко мне вопрос, это же не мой компьютер, а Игнать Тихонович. Да какая разница? У вас там должно всеобще быть, вместе живете? Снять его просто на видеокамеру, это самое... И что, и закачать сюда на компьютер, Игнать Тихонович? Ты даже закачивать не надо, я посмотрю просто, вот этот системный блок, какой у тебя он размером, какой... А, ты имеешь в виду вот этот, который, зрачок-то, вот этот, снять и показать? Ну, можешь, ты можешь на ту камеру, на которую купили. А можешь зрачок снять и показать, дотянется он туда. Нет, я не буду, потому что Игнать Тихонович ему это запрещает. А как ты увидишь с видеокамерой... А можно снять на камеру, на эту, на видеокамеру? Я сниму на видеокамеру, а как ты увидишь с нее? Надо компьютер подсоединить? Ну, так же скинешь на рабочий стол, да и все. Осталось 572 минуты. Да это пишется, это так. Это не точно. Вот мой системный блок. Володя, там прям буквально 10 секунд, 30 секунд сними его, да и все. Ты вот не разобрался в этих настройках камеры еще? Там нужно формат изменить. Нет, нет, я туда не полезу. Потому что я могу что-нибудь натворить. Я фонарик так и не нашел, уговорил, а спрашивал. Он, он, вот, говорит, надо самому смотреть, чтобы фонарик отключить. Я не нашел, где отключается. Я с Виктором договорился, он придет, сделает. Я подсоединил. Я подсоединил. Вот это у Игнатия, значит, я тоже выскакивала. Что это значит? Вот копировать ПК, копировать на диск? Это видео копируется. Нет, а вот у него иногда так выскакивает, что в этот момент надоело. Как отключить его? Ну, чтобы просмотр файл просмотреть. Раньше-то этого не было, а сейчас вот она стала выскакивать. Ну, потому что я установил это программное обеспечение. Диск сегодня установили. Ну, и вот она высказит, что надо нажать, чтобы она исчезла. Потому что она-то нам не нужна. А, не надо, не надо ее считать. Ну, а как скачивать? Ему и считать. Ну, вот сейчас я попробую через нее скачать. Вообще все окна закрываются. Вот вверху крестик, да и его можно закрыть, и все. А что там она не закрывается? Мы пробовали его. Садись и делай, я не слышу, что заводит. Закрывать. Как бы я не такого помогу. Показывай. Можно нажать отменить. Ну, мы так и сделали. Она потом исчезла. Это не обязательно. Там тоже можно учиться ей пользоваться. Все надо разъяснять, понимаешь? Мы привыкли по простоте, Сергей. Понимаешь? Для меня вот понятно, чурка стоит, ее надо расколоть. Вот мне эта работа понятна. Начиная в отделку заниматься, у меня просто голова там дубовая становится. Не для меня это работа. Потому что она ювелирная такая работа. Мне она не нравится. Я работаю, но уже, как говорится, не с большой охотой. Если бы я что-то там траншею рыл бы, вот так вот. У меня в этом талант. Другие могут это не понять, но именно вот я в простоте привык работаю. Я понимаю, я с Игорем Дубуновым, вы знаете. Я с Игорем Дубуновым работал. Я таких людей не знаю. Он со мной научился, Игорь Дубунов, когда я по отделке с ним работал. Но я ему благодарил. Он меня научил шуруповертом работать несколько лет назад. По отделке что-то научил делать. Так-то я вообще раньше ничего не знал. Я раньше тоже так же, понимаешь, как я тоже такую работу любил, а пришлось вот с Лёхой все, и пришлось изучить уже другое дело. Ну это понятно. Тебя уже, как говорится, обстоятельства зажали. Я-то тоже это понимаю, мне зажмут. Ну да. Выбора-то особо нет. Да, таки есть. Неважно, где работать, важно работать. Да. Самое главное, чтобы она, говорится, не греховная была работа. А остальное все сойдет. Самое главное, у меня просто поприще очень большое для свидетельства, для благовестия. Это вот для меня очень важно. Я этого искал, и Господь мне так сделал. Вот я сегодня, вот интересный случай был. Мычурки-то эти я возил, один сперва, такой, складывая на санки-то. Эти мужчины, которые там все срезали, эти деревья, и подошли ко мне, человека четыре, и стоят на меня, смотрят. И я про себя думаю, да что они на меня уставились-то. Вот подошли просто молча и смотрят на меня на расстоянии полметра. А потом, вот так, Господи, прости меня, оказывается, им надо благовествовать стоять. И я начал свидетельствовать. Думаю, что они на меня уставили, стоят и смотрят на меня. Ни слова, ни полуслова, никто не курит. Все. А я проговорил за свидетельство, через некоторое время Надежда Васильевна идет Лапкина. Давай им Евангелие раздавать. Видишь, как Господь устраивал. А у меня как раз с собой ничего не было. А перед этим Игнатьевич раздал визитки о нашем сайте. Слушали внимательно, да? Да, внимательно слушали, поблагодарили потом. Вопросы какие были там. Люди вообще ничего не знают. Слава Богу. Ничего не знают, ни о Библии, ничего вообще не слышали. Да. Вот такие именно в простоте попались. Не знали. Элементарных вещей о Боге вообще ничего не знают. Вот сегодня с одним беседом он начал там мудрить уже. А откуда Бог взялся? Я говорю, зачем тебе задаваться этим вопросом? Говорю, Господь сам всему начало есть, суще и мимо. Как мне одна это... Я одно свидетельство, а она такая говорит, я, говорит, вот к Богу не молюсь. Я говорю, а почему ты... А, говорит, я, говорит, к Богу часто не обращаюсь. Я говорю, а почему так часто не обращаешься? А, говорит, нас же много, говорит, как Он может нас услышать? Видишь, у людей там накручивается в голове, что попало. Как Он нас может услышать? Ну да. Приравнивают Бога к людям и мешать боятся. Я этому сегодня мужчине-то и сказал, говорю, ну как мужчина, вот моего возраста примерно, говорю, зачем ты, говорю, человек, Бога, говорю, приравнен с человеческим, говорю, ну как сказать, возможностям или как там. Ну, однако, вот так вот. А задал мне вопрос, первый подошел, он говорит, почему меня Бог не слышит? Я говорю, а почему Он тебя должен слышать, говорю? А почему, а как они увидели в тебе верующего, как они увидели? Я убедился, который раз, что это на духовном уровне передается, и это открывает Господь. Вот они просто подошли, четверо, и встали напротив меня, и стоят на меня смотрят. Вот, как их ангелы подвели, просто вот так поставили передо мной, типа, давай говори. А то, это, в Библии мы много раз это читаем, было такие случаи. Я сперва не понял, я гружу, гружу, эти бревешки таскаю, думаю, что они на меня смотрят-то? Не понял, сперва. Интересно так получается. Именно в тот момент не ожидаешь, когда это случится. Хотя я молился перед этим, а вот именно на тот момент я уже забыл про это. И все, Господь открывает устав, в нужный момент устав у тебя закрывается. У меня был один случай такой, для меня он очень большим уроком был. Я был на Урале уже, еще тогда, с братьями, с Володей Пищниковым, через которого я уверовал, через двух братьев. Прошли на праздник, где вера, надежда, любовь православная. А там много людей пришли. И там священника три, наверное, организовали этот праздник. И нам предложили, мне, вернее, прочитать стихотворение. Заранее прошу прощения. Быть может, не время мне вспоминать. Шалатовский написал очень такое длинное стихотворение. Оно мне очень понравилось, и я тогда его прочитал. Но перед этим решил сказать слово. Слово Божие какое-нибудь. Потому что там люди пришли с детьми. И в основном, основная масса неверующих. Но так получилось. Видимо, я как-то то ли возгордился. Я почему-то подумал, что возгордился, наверное. Вышел. И хотел слово сказать. И раз, и уста замкнулись. Я стою, рот разъемнул. Меня спасло то, что я стихотворение начал читать. Это было мне уроком. Володя, смотрю, у меня брат голову повесил. Я подхожу, говорю, брат, прости меня. Он говорит, эх, ты. Это уроком было мне. Вот единственный случай, когда мне Господь именно закрыл уста. Я понял, что именно я возгордился во мне. Я потом сам себя исследовал. А бывает, что в поезде ехал один раз. Еду, сидит мужчина напротив меня. Просто пласкартный вагон. И мальчик у него. Он на него ногу закинулся, я на колени и гладил. А сам перед собой смотрит. Но я сижу, молюсь, я думаю, как же вот ему засвидетельствовать-то. Вот. Ну и молюсь, а что-то, а молитва, а уста закрытый. Думаю, Господи, ну почему же так-то? Ну и это, все-таки я решил с ним заговорить. Начал ему вопрос задавать. Там из него как полезло? Он оказался слепой. Почему и прямо сидит перед собой на меня смотрит? И он начал, ваши священники, вас такие, 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 там голубые и так далее. Ой-ой-ой, я думаю, вот это да. Сразу поблагодарил Бога, попросил прощения, что я понял, что это был опять же очередной урок. Ну я ему засвидетельствовал, говорю. Мы судим, мы будем по слову Божьему, мы за все будем отвечать. Вот такие вот, как бы, свидетельства тоже были интересные в жизни. Ну давай я вскрою тогда. Открой, я не могу найти, где он есть. Дело в том, что тут, в этой видеокамере, я ее называю Смерть Кощея, Игнать Иванович тоже ее назвал тогда. Она настолько, вот он, вот бери его сейчас. А! Я его вскрыл, можешь забирать его. Или мне забрать тебе? Не-не, я сейчас сам. У меня просто тут медленно открывается, поэтому я еще, у меня он не открылся пока. Спасибо. Когда мне отсоединю видеокамеру, я уберу ее. Сможешь? Да, отсоединяю, уже не нужно. Я сам или я сам отсоединю? Нет, ты отсоединяй, она уже не нужна. Я беру мышку. Все. Забирай. Помогай. Помогай. Не,ữ. Не, не, не. Не, не. Не, не. Игорь Михайлович, ну пускай в общем это закачивается все, вы даже не отключаете компьютер. Володя, он говорит, пускай закачивается, не отключайте компьютер. Это я понял, пускай закачивается, не отключайте компьютер. Это я Володя нахазываю. Ну я закачиваю деревья, деревья и со мною видео закачиваю. Ну понятно. Два видео закачиваю. Два видео закачиваю. Сейчас я посмотрю, что там на ютубе-то выставили вы. Я гляну. Если выставили, оно должно быть. А что его осветляют? Глазок, глазок ничего не видно, ничего. А? Глазок, говорит, что закрытый, почему? Глазок закрыт. А он не нужен уже. Все ушли. Все ушли. Так. Деревья за нашего храма, служба города. Ну только одна деревья стоят. А больше ничего, вы говорите, ваше видео поставили, нету тут ничего? Я не поставил, оно только закачивается, Игнать Тихонович. А, я понял. Понятно. Все, в общем, пускай закачивается, я ухожу. Все, давай, спокойной ночи. С Богом. 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 С Богом.